Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но последние три года не похожи на остальные. Ровно столько времени Ассоциация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии организовывает для добровольцев поездку на Ауатхару и горные перевалы, откуда 26 лет назад они прибыли на помощь Абхазии. В рамках проекта «Тропами братьев-добровольцев» недалеко от родника Ауатхара в уютных домиках семи шакрыл добровольцы отдыхали несколько дней. По государственной программе они утвердили и профинансировали благодаря этому. И здесь наши боевые друзья, учредители представили нам возможность проводить здесь эту акцию. Цель нашей вообще сегодняшней акции – сохранить значимость, как я уже сказал, добровольческого движения, общение, братские отношения, укрепление, патриотическое воспитание молодежи и еще создать такой позитивный образ ветеранов, инвалидов войны. Мы навестили в горах добровольцев. Всю мощную группу они приняли радушно. Ветераны очень откровенно рассказывали нам военные истории, говорили о чувствах, которые побудили их, будучи еще совсем молодыми, бросить все и приехать на помощь абхазскому народу. В Хабезе нас 12 человек скинули самолетом. Первый через Хабезе, через перевал перешли. Следом ребята. Ну а потом сразу в Нижней Ишеры. Там позиции заняли и так далее. Пошло оттуда все. Первое ранение там получил. В августе же. Потом до Гагры. Разное все было до конца. А самое запоминательное, очень больное, которое было, это мартовское наступление. В Нижних Ишерах через брод прошли, где кладбище. Зашли. Ну и там и многие еле вышли. Все говорят, даже больно, трудно. Очень много ребят погибло, ранено. И по сегодняшний день она боль большая. Уже на второй день грузинской агрессии, 15 августа, Конфедерация горских народов Кавказа и Международная черкесская ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии. В тот же день председатель комитета самообороны КГНК Султан Сосналиев с группой конфедератов прибыл в Гудаоту и вскоре возглавил штаб обороны. Услышав о военных действиях в Абхазии, представители братских народов Северного Кавказа начали прибывать через горные перевалы. У подножия гор их встречали абхазские бойцы, а также представители штаба обороны и формировали в батальоны. Сегодня добровольцы вспоминают, как они прибывали в Абхазию, собравшись на спех. Были даже те, кто переходил перевал в летние обуви, без какого-либо снаряжения и провизии. Не хотели тратить на это драгоценное время, говорят они. Среди первых, которые переходили эти горы, попал я. Были молодые ребята от 18 до 30, 35, 40 лет тоже с нами шли ребята. Ну шли и встретили в горах не только, оказывается, мы из Кабарды выдвинулись, ну и чеченские группы людей встретили в горах, адыгеи встретили. Ну вот с адыгейцами переходили. 16 августа мы уже были на территории Абхазии. Когда я уходил, я зашел домой за... Единственное, что у меня было, это штык-нож австрийский. Его взял и маме сказал. А мама как раз радио слушала, что произошло нападение на Абхазию. Я говорю, мам, я поеду помогать. Я, наверное, с благословением матери, когда я пришел сюда и остался в живых. Но пока я там на Восточном фронте был, она еще сюда приехала с едой помогать. Это уже факт, она ребят покормила, сама меня не увидела, уехала обратно. Добровольцы из Северного Кавказа, Юга России, Кавказской диаспоры за рубежом и из других регионов приняли активное участие и проявили стойкость и мужество во всех операциях грузино-абхазской войны. На Западном фронте в ликвидации танкового прорыва грузинских войск на реке Гумиста, в освобождении Гагарской зоны, в первой Шромской операции, в январском и мартовском наступлениях, в юльской операции и в победном сентябрьском наступлении. Добровольческие группы участвовали во многих операциях и на Восточном фронте. Я спустился в этот город с Гилавием. Числа я не помню, 18-19 августа, по-моему, было это. Спустились мы по зову сердца, никто не пронеждал, но братьям помочь надо было. И так, в боях за Гагару я участвовал, за Суквом, за Каман, за Шром. Говоря о добровольцах, нельзя не вспомнить президента Конфедерации горских народов Кавказа, героя Абхазии Юрия Шанибова. Он сыграл большую роль в победе абхазского народа, будучи опытным руководителем и дипломатом. Именно благодаря ему был создан штаб КГНК в Гудауте. Юрий Шанибов не раз садился за стол переговоров вместе с Владиславом Ардзенба и призывал руководство Грузии прийти к мирному соглашению. Он и сегодня в ряду добровольцев и не пропускает мероприятия, посвященные памяти погибших в Абхазии. Сотни добровольцев удостоены высших государственных наград Республики Абхазия, в их числе и доброволец из Чечни Вахид Каримов. До нас было доведено, что за свободу, за свою независимость, за народ, за свою правоту абхазский народ восстал. И нас это глубоко, так можно сказать, затронуло. Ежедневно, можно сказать, приходили и, к большому сожалению, были погибшие, которые увозили. Каждый, можно сказать, в Чечне стремился попасть в Абхазию на войну, на помощь братьям. Традиционно 15 августа в День добровольца многолюдно в Гудауте у памятника рядом со зданием, где в годы войны размещался штаб конфедерации горских народов Кавказа. К памятнику добровольцам возложил цветы и президент Абхазии Рауль Хаджимба. Далее мероприятие продолжилось во Дворце культуры, где состоялись торжественная часть и концерт. Затем торжественные мероприятия, посвященные Дню добровольца, продолжились в столице. Царь Асмур Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Своими воспоминаниями о войне поделился и доброволец из Адыгеи, награжденный медалью за отвагу Нурби Шехмирзов. Он воевал в группе Ибрагима Яганова. 2 января 1993 года прошел я через границу и приехали мы в Гудалуту, в Черноморец. Какое-то там время побыли, потом Ибрагим Яганов там собирал команду и мы к нему попали. А в каких операциях вы лично принимали участие? 5 января, когда мы шли сюда, в общий войск, а потом 16-го. А боевые товарищи, с которыми вы служили, воевали здесь во время войны, вы поддерживаете с ними отношения? Да, поддерживаю. Я долго вспоминаю Лялю, я не помню фамилию, она в нашем батальоне была. Все время с нами и на войну мы шли вместе, я только с вами, ребятка. Вот Нана вчера мы встретились, я ее не помню. Ну, после 25 лет я ее встретил тоже, ну, медсестры у нас были. Вот их часто вспоминаю, про них я часто много рассказываю. Саида была еще, фамилию я не помню, как бы. Она призер Олимпийских игр по киданию копья была. Вот этих девчонок я много вспоминаю, сколько они тепла давали нам. Знаете, вот как-то вот. Ребят вспоминали. Недавно они встретились и супруга, я такой счастливым тебя не видел. Вот когда, ну, с друзьями, вот это, как в детстве мы хокотали, вот так, уже седые все уже, в принципе. Ну, как дети, вот, когда встречаемся, вот эта теплота, которая там далеко была, ну, она вот, она, кажется, рядом с нами, и вот эту теплоту, как бы, я ощутил еще раз. Я после войны уехал, и три года назад первый раз сюда приехал. Живу я в Московской области, и тяжело уже там жить. Ну, знаете, хочу перебраться сюда, семью перевезти. Дочка в вашем институте уже учится моя. Так, потихоньку хочу корни здесь пустить. В какой профессии вы трудитесь, и чем планируете заниматься, если здесь в Абхазии останетесь жить? Ну, мне хотелось бы, знаете, вот, адыгом, так, ну, раздрозненный, как бы. Вот я вчера, День Добровольцев был, и знал, адыгом, четыре человека было. Хотелось бы, конечно, они собирались, чтобы больше встречались. Наших предков, вот эта чистота, вот эта хотел бы возродить в нас. Я не считаю абхазов отдельно от нас. Торжественное заседание, посвященное Дню Добровольца, прошло в Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзенба в Сухуме. Сотрудники музея организовали мероприятия, в числе которых были и показы документальных фильмов. С приветственным словом к добровольцам обратился президент Абхазии Рауль Хаджиман. В нынешнем году мы отмечаем великий праздник 25-летия победы в отечественной войне народа Абхазии. Это наш общий праздник. Четверть века Абхазия существует как суверенное и независимое государство, несмотря на вызовы и безопасности политические и экономические сложности. Все эти годы мы не разрывали связи с нашими братьями, с добровольческим движением. Стремились к тому, чтобы они были представлены в руководстве страны, участвовали в общественно-политической жизни, были задействованы в экономических процессах. И самое важное то, что мы неразрывно связаны. И эта связь должна нарастать. А сейчас к другим событиям недели. В Генеральном штабе Абхазии новый начальник. Им стал генерал-майор Василий Лунев. Он проходил службу на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. В феврале 2008 года Лунев был назначен на пост министра обороны Республики Южная Осетия. В августе 2008 года во время пятидневной войны фактически командовал 58-й армии Северо-Кавказского военного округа и получил ранения в бою под Схинвалом. С 2013 года был военным советником Российской Федерации в Алжире. Президент Абхазии, главнокомандующий вооруженными силами Республики Рауль Хаджимба, лично представил Василия Лунева коллективу Министерства обороны. Генеральная прокуратура Абхазии провела коллегию, на которой подвела итоги за первое полугодие 2018 года. За шесть месяцев в Абхазии зарегистрировано 503 преступления общей уголовной направленности различной степени тяжести. Раскрыто 285. Более подробно о работе генпрокуратуры. В интервью нашей программе рассказал исполняющий обязанности первого заместителя генерального прокурора Абхазии Даурамичба. Генеральная прокуратура Абхазии Уголовных дел, по которому вынесено 221 обвинительный приговор. Какие из указанных дел самые нашумевшие и резонансные? Действительно рассмотрено большое количество дел. В принципе, статистика из года в год примерно одинаковая по количеству дел. Но из категории вызвавши наиболее резонанс, это дела особо тяжкой категории. Могу отметить дела по факту обвинения Жиба Роланда Капитоновича. Это убийство Квициния, имевшего место 30 декабря. По данному делу уже был осужден Квициния, который убил брата Жиба Роланда. Это дело было с прошлого года. В этом году мы его закончили. Жиба по итогам был осужден. К 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима мы запрашивали срок в виде 19 лет лишения свободы. Он долгое время скрывался и поставлен на точку. Приговор вступил в законную силу. Еще ряд дел, которые можно было отметить. Также в прошлом году было совершено убийство российского туриста Кабанова. Похищение членов его семьи. Там были маленькие дети. Были установлены лица, совершившие данное разбойное нападение и убийство. Это братья Джинджоле от Даур и от Гур, которые похитили деньги, после чего вымогали у остальных людей денежные средства. Были похищены ювелирные вещи по итогам. Дело было передано и раскрыто в Верховный суд. По итогам Даур и Гур Джинджоле были осуждены и признаны виновными в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Общество потрясли ряд уголовных дел, связанных с изнасилованием и развратными действиями в отношении несовершеннолетних, малолетних, несовершеннолетних. Да, вот мы за прошлый год, за этот год, прошу прощения, мы рассмотрели три таких уголовных дела. Это один в городе Сухом, один в городе Гулиридском районе, и одно дело было рассмотрено в Сухомском районе. Ну вот из трех дел я могу назвать одно дело, сам принимал в нем участие, это по обвинению Джопу Астамура Северяновича. В данном случае там вменялись ему несколько статей, угроза убийства, изнасилования, развратные действия. И по итогам дела Джопа был признан виновным, осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, также строгого режима. Ну, раз мы заговорили о преступлениях, совершенных в отношении малолетних, последнее такое громкое уголовное дело касается Валерия Ачкадуа. Дело уже завершено, расследование завершено, и дело передано в Гулиридский район и суд. Вот сколько запрашивает обвинения, и вообще насколько, такого характера дела, степень сложности в расследовании? Раскрывать такие дела крайне сложно. Это связано с тем, что в качестве потерпевших по делу проходят малолетние, несовершеннолетние. В силу нашего менталитета не всегда дети хотят раскрываться посторонним лицам. Родители зачастую против, что было в данном случае тоже. Говорить о том, сколько мы будем запрашивать пока рано, дело еще не начато к рассмотрению, оно будет передано, только передано в суд. Еще предстоит судебный процесс. Заседание назначено на 24 августа. Первое заседание. Также будет процесс проходить в закрытом режиме, так как это связано с тем, что потерпевших несколько, мы не хотим озвучивать их имена, их показания не должны быть оглашены. Это будет в рамках судебного процесса. И сам законодатель, парламент Республики Абхазия в настоящее время также, насколько мне известно, в первом чтении принял ряд изменений в Уголовный кодекс об ужесточении ряда статей, связанных с категорией изнасилования, развратные действия. В данном случае у ЧКАДО несколько эпизодов, в том числе у него были обнаружены боеприпасы. В настоящее время закон нам запрещает говорить о виновности, но доказательственная база довольно-таки серьезная. есть о чем говорить, есть что доказывать. К сожалению, дело тоже было затянуто в связи с экспертизами. Там в отношении малолетних проводились психологические экспертизы. И так же ЧКАДО вину свою не признает, показаний не дает. Есть определенные моменты, где он препятствует нам расследованию. Это будет уже предметом судебного разбирательства. Надеемся, что в ближайшее время мы закончим этот процесс так же в этом году. Вот еще одно громкое дело, но это уже не касается растления малолетних, по факту разбойного нападения, похищения гражданина России Максима Яковлева в Новом Афоне. И второе дело по факту похищения гражданина Турции Кая Селима. Вот что известно по этому делу Генеральной прокуратуре. Вообще вышли ли на исполнителей, на тех, кто был причастен к похищению вот этих других людей? Что касается Максима Яковлева, мы давали также недавно расширенную информацию по данному факту. 20 июня 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту похищения гражданина Яковлева. Похищение имело место в городе Новый Афон с гостиницы. Среди ночи рожженные люди в масках забрали его из гостиничного номера. Расследование проводилось, провели осмотр места происшествия, были допрошены все участники, кто находился в этой гостинице, кто что-либо мог знать. К сожалению, местонахождение его неизвестно. Известно направление, в которое выехала автомашина, на которое похитили его, и описание автомашины. Более подробностей нет. В дальнейшем в средствах массовой информации Российской Федерации всплыла информация, буквально недавно она тоже сколыхнула общество, о том, что Яковлев передал записки с предполагаемым выкупом. Эти сведения у нас имелись в распоряжении, но, как вы понимаете, такие сведения оглашать очень опасно, потому что преступники надеются на то, что потерпевшие не обратятся в правоохранительные органы, и гарантировать безопасность после оглашения таких сведений не приходится. Мы располагали данные информации, но уже после того, как она была опубликована во всех мировых агентствах, естественно, нам пришлось ее подтвердить. Действительно, после этого случая, после опубликования, никаких новых сведений о местонахождении, о выкупе Яковлева, и место его нахождения неизвестного. Согласно запискам, его держат в каком-то подвале, его состояние нормальное, и вот он просит передать деньги за его освобождение через свою супругу. То есть дело кто ведет? Дело расследуется и в России, возбуждено уголовное дело, у них такая практика, если гражданин их государства где-то совершает преступление, или в отношении него совершают преступление, они дублируют уголовное дело, так же было и по делу Кабанова, когда было убийство, и в России, и в Абхазии расследуют уголовные дела. Мы со своей стороны расследование проводит прокуратура Гадуцкого района. По второму пакту? Что касается гражданина Кая Селим, преступление имело место 30 мая 2018 года, он был похищен в городе Чемчира, он являлся гражданином Турецкой республики, капитаном корабля, 30 мая его обнаружили, похитили его 9 февраля 2018 года. 30 мая сотрудники МВД получили оперативную информацию, выехали на место и обнаружили его в городе, то есть его освободили. Грубо говоря, кто освободил, сам потерпевший говорит, что находился примерно в Чемчирском, Гальском районах, так как он плохо ориентируется, был поднят вертолет, с воздуха были осмотрены все вот эти села, искали описание дома, он дал какие-то мелкие подробности, что находилось во дворе, но, к сожалению, путем даже облета территории, похожего места даже обнаружить не удалось. Кая Селим уже уехал в Турцию, он был допрошен, депонирован, его показания были закреплены, проводятся оперативные мероприятия по поиску лиц, причастных к этому похищению, но, к сожалению, пока дело не раскрыто, ну, по крайней мере, человек хотя бы на свободе и спасен. Перейдем к другой теме, это наркотикам, эта тема продолжает оставаться очень актуальной в Абхазии, сложной. Вот в отчете Генеральной прокуратуры, в частности, говорится, что по незаконному обороту наркотических средств возбуждено было 51 дело, да, за отчетный период. 51 дело было рассмотрено в суде. По всем делам вынесены обвинительные приговоры, вот здесь речь идет о ком, о распространителях больше, да, или же о тех, кто употребляет наркотики. В данном обобщении была полностью обобщена вся информация, связанная с незаконным оборотом наркотиков. Из 51 уголовного дела, о котором я вам сказал, было 45 уголовных дел, связанные с незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта. Это наркоманы, которые имели при себе наркотики, и в зависимости от объема, соответственно, квалифицируется и часть. То есть, если это небольшой размер, первая часть, в особо крупном размере, третья часть, по 45 человек, 12 были осуждены к реальным срокам. Это там, где был особо крупный размер. В основном это марихуана и метадон. Два наркотика у нас, как бы, в основном в Абхазии находятся. Срок предусматривает по третьей части от 5 до 8 лет. В среднем судьи дают, с учетом, если человек ранее не судим, если в среднем в районе 6 лет отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. Теперь, что касается категории сбыта, то таких уголовных дел у нас 6. То есть, за первое полугодие было рассмотрено 6 уголовных дел в отношении 12 лиц. Как правило, это граждане Российской Федерации, которые приезжают сюда группами. С их слов они закупают наркотики в крупном размере, также путем тайной закладки. И вот эту крупную партию делят и распространяют на территории республики. Санкции статей очень большие по из-за этого преступления. От 12 до 15 лет. Все эти 12 лиц осуждены к реальным срокам, к длительным срокам. В среднем от 13 до 15 лет. Лица, которые были осуждены даже к 20 годам лишения свободы по совокупности нескольких особо тяжких преступлений. Законодатель идет по пути ужесточения наказания для наркораспространителей. Говорит о том, что сроки нужно увеличивать. Вы практик, да? Скажите, увеличение санкций даст результаты? Что касается санкций, и сейчас в данное время санкции, они не маленькие. За сбыт наркотиков у нас предусмотрено в том числе и пожизненное лишение свободы. К сожалению, оно не применяется, как правило, потому что всегда находятся смягчающие обстоятельства. Те лица, которые сюда приезжают, естественно, на территории республики Абхазия, они не судимы. Как правило, эти лица, у них кто-то болен, либо они сами больны, либо они из категории. Они начинают сотрудничать со следствием, они указывают места закладок. И назначать таким лицам максимальные сроки закон не позволяет. Необходимо все-таки учитывать какие-то смягчающие обстоятельства. У многих из них малолетние дети. Да, понятно, что они совершили особо тяжкое преступление, но в рамках этих статей мы назначаем, просим, по крайней мере, у суда максимальные сроки, максимально возможные сроки, предусмотренные санкцией статей. Ужесточение, возможно, и приведет к какому-то последствию, если это будет реально исполняться, что все эти лица будут пойманы, что все эти лица будут сотрудничать со следствием. Выйдем не только на распространителей, но и на организаторов. Это те лица, которые здесь распространяют наркотиками по 100, по 200 грамм закладывают, продают. Если мы выйдем на этих лиц, то всегда найдутся те лица, которые не знают нашего законодательства. Как правило, это лица, которые не имеют средств к существованию, они последние деньги тратят на дорогу в Абхазию, приезжают. Буквально недавно мы осудили лиц, которым было всего 17-18 лет, до 19 лет. Есть молодые студенты. Это специальная какая-то психология, которая отбирают такого рода людей. И они вынуждены этим заниматься для того, чтобы прокормиться себя, свою семью, найти легкие какие-то деньги. При этом никакой абсолютно, они не чувствуют за собой ответственности. Просто положили и забыли, грубо говоря. В отчетный период Генеральная прокуратура проверяла соблюдение, в частности, законности бюджетного и банковского законодательства. В этой связи у меня возникает вопрос такой. В начале этого года на официальном сайте Генеральной прокуратуры был опубликован достаточно внушительный список юридических и физических лиц, которые задолжали крупные суммы Сбербанку Абхазии, то есть брали кредиты и не возвращали. Что делает Генеральная прокуратура по этому факту? Какую работу ведет Генеральная прокуратура в части, касающейся именно ее? Да, действительно, по фактам выдачи кредитов и неисполнения этих кредитных обязательств со стороны граждан и организации, Сбербанк, 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 Национальный банк были пересланы, опубликованы прокуратурой списки по задолженностям кредитов физических и юридических лиц. Была создана рабочая группа в части Нацбанк, Генеральная прокуратура, Сбербанк. По итогам работы этой рабочей группы было возвращено более 36 миллионов рублей по спискам задолженных, которые были опубликованы. Также на сегодняшний день в производстве судов в Республике Абхазия не все иски еще рассмотрены, есть иски на общую сумму еще 44 миллионов рублей. То есть это дополнительные лица, которые не попали в список. В список попали только те лица, где имелись судебные решения. То есть еще не все судебные решения, то есть список будет еще пополняться. В общий кредитный портфель, то есть это база, с которой работает Сбербанк, было возвращено порядка 400 миллионов рублей. Работа продолжается. В наши обязанности входило в том, чтобы все исполнительные листы были своевременно направлены в суды исполнители, чтобы возбуждались исполнительные производства. И судебные исполнители в обеспечении своих обязанностей, они должны были изыскивать эти средства, либо накладывать аресты на имущество. Работа продолжается. Еще есть о чем говорить, но в настоящее время вот такие цифры можно было озвучивать. Было также внедрено внешнее управление в Сбербанке в отношении бывшего руководителя уголовное дело по факту злоупотребления, и он в настоящее время объявлен в розыск. В части надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции тоже управления при Генеральной прокуратуре, управление проведена антикоррупционная экспертиза по 145 проектам постановлений Кабинета министров. Вот очень интересная тема, о чем идет речь, не смогли бы вы в скобке раскрыть. Это сравнительно молодое управление, оно работает сравнительно недавно. В чем суть могу объяснить? Ежепримерно раз в месяц кабинет министров проводит свои заседания. За этот год было проведено 8 заседаний. Если учитывать первые полугодия, то соответственно 7 заседаний было. На каждое из заседаний выносится примерно от 30 до 50 законопроектов, распоряжений. И вот все эти проекты направляются в Генеральную прокуратуру для дачи заключений. Соответственно мы эти заключения пересылаем в антикоррупционное управление. И они по специальной методике, которая разработана, утверждена в Генеральной прокуратуре, проводят антикоррупционную экспертизу. В данном случае есть определенная методика, по которой данные распоряжения и законопроекты проходят соответствующую экспертизу. Я могу назвать цифры из 145 проектов, которые мы озвучили. По 12 этим проектам были даны заключения. И вот только на последнем заседании кабинета министров 6 законопроектов. Два из них были учтены наши требования, а по 4 законопроектам были возвращены на доработку. В отчете Генеральной прокуратуры за первое полугодие 2018 года достаточно много внимания было уделено фактам самовольного строительства. Вот тут говорится, что по результатам проверок в судебные органы направлено 4 исковых заявления о признании построек самовольными и построек, которые подлежат сносу. Скажите, какова судьба этих дел? Такая проверка проводилась и ранее. Но что вызвало общественные резонансы? Это в основном незаконное строительство на территории заповедников Пицунского и Пицунского мюстерского заповедника. Конкретные примеры по сносу я могу назвать те, что уже состоялись. На территории незаконного строительства на территории Пицунского мюстерского заповедника Гражданином Хагуш было построено незаконное строение. В настоящее время решение суда о сносе этого состоялось. Также состоялся и сам непосредственный снос. Решение использовано, демонтировано строение. Есть еще решение Гагрского районного суда в отношении гражданина Хутаба. Это прибрежная зона Пицунды. Также строение признано незаконным и подлежащим сносу. В настоящее время оно находится на стадии исполнения. Решение направлено в службу судебных исполнителей. В ближайшее время оно должно быть исполнено. Есть ряд решений, которые также по законному сносу состоялись. Однако они были обжалованы стороной строительными. И в настоящее время не вступили в законную силу. Мы ждем решения Верховного суда по данным фактов. Есть ряд дел в отношении Шакрыл, в отношении еще двух братьев на территории Пицунды, которые в настоящее время еще не вступили в законную силу. А так органы прокуратуры выявили более 70 нарушений земельного законодательства, по которым были использованы земельные участки вопреки их целевому назначению. И были установлены места, если было разрешено временное строение, то устанавливались капитальные объекты. По всем данным нарушениям были проведены проверки, направлены соответствующие представления. И решается вопрос, по некоторым из них, о возбуждении уголовных дел и, соответственно, о сносе и приведении их в первоначальный вид. В Генеральную прокуратуру поступило 13 обращений от граждан Абхазии, отбывающих наказание на территории России, с просьбой перевести их в Абхазию для дальнейшего отбывания наказания. Скажите, какие решения были приняты по этим делам? И почему они так стремятся на территорию Абхазии? В данном случае речь идет о гражданах Абхазии, совершивших преступления на территории России. С правом такого обращения допускаются только граждане, в отношении которых приговор вступил в законную силу. Процедура перевода довольно-таки длительная, так как это проходит через Министерство юстиции Российской Федерации, через Генеральную прокуратуру, через те суды, где они отбывают наказание. Граждане пишут заявление, и вот таких 13 обращений за первое полугодие было удовлетворено. То есть в данном случае эти обращения поступают через прокуратуру Российской Федерации, в Международный отдел Генеральной прокуратуры, который обращается с соответствующим ходатайством в суд города Сухум о заканивании приговора и приведении этого приговора в исполнении на территории Республики Абхазии. В дальнейшем запускается механизм этого гражданина, экстрадируют в Министерство юстиции, их встречают уполномоченные лица на границах, и в дальнейшем они отбывают остаток того срока, который они отбывают на территории Республики Абхазии. Почему они так стремятся сюда? Потому что, в первую очередь, это их родина, а во-вторых, закон о временном сроке лишения свободы позволяет оставшийся срок отбывать не в день, а согласно назначенному режиму. То есть если это общий режим, день за два, если это колония-поселение, то день за три. И вот, соответственно, их остаточный срок уменьшается. Ну, плюс они могут иметь возможность свидания с родственниками. Ну, и здесь, получается, срок корочивания сокращается? Да, остаточный срок делится на какую-то определенную часть. То есть они не сидят день в день, как сидели бы в России. Большое спасибо, что нашли время и ответили на мне. А сейчас к событиям субботы. Очередной сильный ливень, прошедший утром 18 августа, вновь доставил большие хлопоты жителям Сухома и коммунальным службам города. Довольно сильно пострадали жители улицы Чанба. Наша съемочная группа отправилась в этот район столицы, чтобы узнать, как устраняются последствия стихии. Все подробности у Алики Трапш. Во время сильного ливня, обрушившегося в субботу с утра на столицу, уровень воды в реке Басла резко поднялся, что привело к подтоплению улиц Чанба, Щеглова и Агрба. Подобное здесь случается не впервые. Последствия наводнения достаточно серьезные. Были затоплены не только дворы, но и первые этажи домов. У многих жильцов мебель и техника пришла в полную негодность. Все страдает. Страдают и холодильники, и стиральные машины, и посудомоечные машины. Что бы ни было, все, что стоит на земле, кухня раздувается. Это ладно. Стены, сырость поднимается со скоростью света. Еще с прошлого года мы не успели сделать ремонт, потому что и финансово, знаете, мы не всегда можем успеть. Вышедшая из берегов река несла за собой не только кучу грязи и ила, но и живность, например, змей и лягушек. Сейчас пострадавшие жители своими силами пытаются расчистить дворы и дома от последствия стихии. Русло реки Басла расчищали еще в прошлом году. И, казалось бы, на этом проблема с затоплением улиц решена. Но местные жители считают, главной причиной потопления является строение по улице Чамба, которое сужает русло реки. И отсюда речка вышла, и оттуда речка вышла. Почему? Вот здесь, на улице Чамба, кто-то начал строить там что-то. Ему сказали, запретили, но ночью что-то залили, стена вся поднята. И речке некуда было идти. Главный архитектор столичной администрации Светлана Шаменкова рассказала, что данный земельный участок по улице Чамба еще в 2017 году был выделен земельной комиссией под застройку. После этого застройщик возвел на месте подпорную стену и произвел очистку противоположного берега реки. И тем самым расширил ее русло. В связи с тем, что этот участок достаточно сложен, со сложным рельефом, то было предложено провести исследование и обследование этого участка на предмет того, каким образом возводить там подпорную стену. То есть были привлечены специалисты, такие как Казанба, такие как Эсфирьяковин и Майтоп. То есть это серьезные организации, которые давали свое заключение по данному участку реки на предмет возведения подпорной стены. Подпорная стена выполнена в данном случае с теми требованиями, которые были предъявлены. Гражданин, которому был выделен этот земельный участок, произвел расчистку этой территории. В результате русло реки было тем самым расширено. И своим берегоукреплением в данном случае, он наоборот предотвращает размытие этого берега непосредственно до проезжей части. Потому что поворот русло реки в этом месте и предполагает то, что интенсивность движения воды уже давно бы подмыла и размыла дорожное полотно улицы Чанба. Начальник столичного коммунального управления Дмитрий Ахуба рассказал, что во время ливня все городские реки вышли из берегов и подтопили столичные улицы. Сейчас коммунальные службы своими силами занимаются очистками ливневых каналов. Все реки города Сухум, которые протекают через город Сухум, не стоят на балансе города. В связи с этим коммунальные службы не обслуживают и не очищают именно реки, а занимаются очисткой ливневых каналов. Это входит в их обязанности. Ливневые каналы, которые существуют в городе, они не предназначены для того, чтобы принять такой объем воды, который приносит река. Реки, которые вышли с берегов, нанесли много грязи, ила и веток на улицы города. Это река Сухумка в основном и река Беслетка. Сухумка-река вынесла этот мусор на набережную, по улицам Лакоба, набережной Махаджирова, по Академии Камара, улице Званба. Все эти улицы, естественно, очищаются. А пока по-прежнему во время каждого дождя жители улиц Чанба, Щеглова и Агрба опасаются, что река Басла вновь выйдет из берегов и затопит их дома. И все же они надеются, что найдутся возможности как можно скорее решить существующую проблему. Алика Трапш, Алексей Агухава. Для событий недели. В результате ухудшения погодных условий также пострадал район Каштака и Мочарки в Галерийском районе. Многие дворы и первые этажи домов оказались в воде. На месте происшествия в Сухуми и Галерийском районе работают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Предлагаем вашему вниманию материал, подготовленный пресс-службой МЧС. Первые звонки о подтоплениях начали поступать на пульт оперативного дежурного МЧС Абхазии в 9.30 утра 18 августа. Звонили из Гулерийского района. Затем вода стала стремительно захватывать территории уже и в Сухуми, по улице Чанба и в районе Каштака, в Синопе и на Турбазе. По словам очевидцев, в некоторых местах уровень воды в течение 20 минут поднялся до полутора метров. Для жителей домов по улице Чанба, Щеглова и Агрба подтопления стали вечной проблемой. Хотя относительно недавно русло, протекающее рядом реки Басла, было расширено и углублено. Однако напор воды был настолько мощным, что без затопления не обошлось и на сей раз. В районе Синопа, выше Сухумского физико-технического института, затопило первые этажи в частном двухэтажном секторе. Более того, вода подмыла и часть автодороги, вследствие чего одна из частных гостиниц оказалась отрезанной от подъездных путей. Вытекла речка из берегов, так как нет здесь никаких сооружений, которые бы ее могли удержать. Нет, произошло наводнение вот такое. Мы такие убытки понесли. Ребенок там сидел, стресс получил на подоконнике, не успела. Мама с ребенком выскочить, им честно все приехали, ее вынесли оттуда. У меня все записано. Мощные водные потоки хлынули из окрестных холмов на Каштаке. Затопило частное домовладение. По словам жителей данного района, ливневые стоки давно не чистились, а в некоторых местах они и вовсе разрушены. Мощные водные потоки хлынули из окрестных холмов на Каштаке. МЧС помогают пострадавшим от наводнения, откачивают насосами воду с дворовых территорий. Часть сотрудников спасательного ведомства задействована на промывке городских улиц от нанесенных потоками грязи и мусора. Официальная хроника. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагуля находится с рабочим визитом в Москве. В столице России он встретился с вице-премьерами Виталием Мутко и Алексеем Гордеевым. В ходе двухсторонних встреч обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества между Абхазией и Россией. В частности, Геннадий Гагуля на встрече с Виталием Мутко обсудил ход реализации инвестиционной программы на 2017-2019 годы, а также проект новой инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы. Глава правительства Абхазии отметил, что для успешной реализации новой инвестиционной программы необходимо уже сегодня прорабатывать вопросы финансирования проектных работ 2018-2019 годов. При этом Гагуля заверил, что Абхазия со своей стороны готова приступить к разработке новой программы. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства. Один из главных христианских праздников – Преображение Господне – отмечают 19 августа все православные верующие. Праздник установлен в память о Преображении Господа перед апостолами на горе Фавор. В народе Преображение называется вторым или яблочным спасом. В этот день в церквях освящаются яблоки и другие плоды нового урожая. Во всех храмах проходят торжественные службы. На яблочный спас принято делать пожертвования и одаривать всех яблоками и яблочной выпечкой. На этой ноте мы завершаем свою программу. Спасибо, что были с нами. До свидания. Продолжение следует...